За плечами Ольги Диденко 30 лет педагогического стажа. Она человек с активной гражданской позиции. Женщина решила выдвинуть свою кандидатуру на предстоящие довыборы в депутаты городской думы. Накануне она представила документы в территориальную избирательную комиссию Губкинского. Город наш развивается и он растет с каждым днем, становится все лучше и лучше, благоустраивается. И в этом принимают участие, конечно, все горожане. И я считаю, что в моих будущих планах, наверное, все-таки самое основное и главное – это укрепление института семьи. Ольга Диденко кандидатом в депутаты выдвинута от «Единой России». Также в списке однопартийцев – Вадим Варламов. Мне не безинтересна судьба нашего города. Соответственно, свой опыт, потенциал, свои знания. Я буду реализовывать на благо нашего города, на благо наших жителей. Для того, чтобы повышать благосостояние жителей, улучшать их условия. Не безинтересна судьба Губкинского и третьему кандидату от «Единой России» Кириллу Николаеву. Он курирует проект «Чистая страна Губкинский», направленный на решение вопросов экологии и благоустройства. Сейчас моего статуса, скажем, для нормального реализации этих инициатив недостаточно. Потому что когда речь заходит о благоустройстве, о борьбе с незаконными свалками, тут гражданской инициативы может не хватить. Здесь нужна поддержка и администрации, и других служб, и организаций. Поэтому хотелось бы получить депутатский статус для того, чтобы продолжать заниматься и экологией, и благоустройством на уровне города. Кроме единороссов, свои документы в территориальную избирательную комиссию города представили региональное отделение партии ЛДПР, КПРФ и Коммунисты России. Заверение списков состоялось сегодня на заседании территориальной избирательной комиссии. После этого политические партии, которые выдвинули своих кандидатов, сами кандидаты уже лично приходят в избирательную комиссию, приносят документы и с этого дня считаются выдвинутыми кандидатами на выборах городской думы на дополнительных выборах. С 9 июля выдвинутые кандидаты будут представлять документы для регистрации. Позже члены территориальной избирательной комиссии в течение 10 дней проверят бумаги на соответствие требованиям избирательного законодательства и примут решение в регистрации, либо в отказе регистрации данного кандидата. Полный список всех зарегистрированных кандидатов будет известен 4 августа. Дмитрий Самоленко, Наталья Рябинина, Михаил Марков. Новости Губкинского.